МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос о необходимости специального регулирования семейного насилия. Однако глава Комитета Государственной Думы, чей профиль защиты интересов семьи Нина Астанина, высказала противоречивое мнение. Большой общественной поддержки эта тема у нас не находит. Предложение о выделении домашнего насилия появлялось неоднократно. Почему должно отличаться наказание для человека, который груб с окружающими, и ведет себя так же по отношению к семье и детям? Видимо, депутатам Госдумы виднее, может быть, и не нужно принимать отдельный закон. Тогда нужно принять несколько изменений во многие нормативные акты. Тогда мы должны принять изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальный кодекс, в кодекс административного суда производства. Я сейчас 10 минут вам буду перечислять только название законов, в которые надо принять изменения. Мой дом, моя крепость, гласит народная мудрость. Вот только крепость – это для некоторых не защита от угроз извне, а скорее тюрьма, за закрытыми дверями которой подчас происходит самое страшное – скрытая от глаз посторонних. Форм насилия существует очень много. Это всевозможные и угрозы, и шантажи, и манипуляции имуществом, деньгами и детьми. И с этим, конечно, столкнуться мне пришлось. Далеко не каждый человек, столкнувшийся в собственном доме с угрозой, об этом заявит и получит своевременную помощь. Но заговоривший во всеуслышание встает на долгий и непростой путь. Вот именно такое воздействие вообще крайне сложно доказать, что женщин доводят до эмоционального срыва, до нервных стрессов, и это не считается у нас тоже никаким воздействием. То есть крайне сложно именно такую форму насилия доказать. Я уже молчу о том, что идут там переписки, шантажи и угрозы, когда тоже с этим мало куда можно на самом деле обратиться. Гражданин прописан на общей жилой площади, имеет право проживать, ничего сделать не можем. То есть как бы никто выселить не может, ничего сделать не можем. Все, проживайте. Соответственно, там, где у детей, например, есть доли в жилье, есть доли в квартирах, которые в том числе оплачиваются материнскими капиталами, сертификатами там за третьих детей и так далее, дети не имеют возможности проживать, ввиду того, что просто совместная жизнь разведенных родителей не представляется возможной. Сегодня для жертв домашней тирании выход зачастую один – покинуть жилплощадь. Порой в экстренном порядке, в момент, когда источник опасности отлучился. У нас не отрегулирована совершенно такая мера социальной поддержки, как предоставление временного жилья для людей, которые подверглись этому. У нас его просто нет. По-прежнему катастрофичной остается ситуация с кризисными центрами. Один за другим закрываются приюты при храмах. Далеко не в каждом регионе есть НКО, занимающиеся вопросами предоставления жертвам семейного насилия убежищ. Социальная гостиница для женщин с детьми в Ульяновске рассчитана всего на 12 мест. Свободных не бывает. На обслуживание принимаются женщины из города Ульяновска, из Ульяновской области и даже из других регионов. Мы тесно сотрудничаем с другими кризисными центрами из регионов Российской Федерации. И к нам переводится «женщина», если им нужно убежище. Казённое учреждение охраняется. За его пределами защиты, как правило, нет. Что случится, если агрессор вычислит местонахождение своей жертвы, сценариев массы, исход, как правило, плачевный. Помочь в большинстве случаев мог бы запрет на приближение. Но об узаконивании практики охранного ордера в вопросе домашнего насилия сегодня на законодательном уровне речи не ведётся. У нас начинают рассказывать, что это нереализуемо. Понимаете? Давайте, может, попробуем. Давайте сначала попробуем, что такое нереализуемо. Мы же как-то там более-менее отрегулировали вопрос общения детей с родителями. Приставы как-то этим занимаются, органы опеки занимаются. Есть, по крайней мере, институты, которые помогают людям в таких ситуациях. Может, начать? Дискуссия на эту тему в полноценном виде никак не начнётся. Предложения звучат разрозненно. В итоге регулировать семейно-бытовые отношения ответственным службам приходится практически в ручном режиме, заменяя специализированный инструмент подручным. Декриминализация домашнего насилия в 2017-м работы добавила. Напомним, проблема из уголовной плоскости переведена в административную. Получается, по закону нужно трижды его привлечь из-за побои, чтобы дальше пошло уголовное наказание какое-то. Но трижды здесь бывает от одного раза и забьют так, что ты можешь стать инвалидом. А здесь получается, что нет такого в законе сейчас. Списывается всё на состав участковых. То есть это просто опрос, это просто проведение каких-то бесед. Но на самом деле с авторами насилия это не действует. Включается и пресловутый человеческий фактор. Пока одни руководствуются принципом «милые бронятся, только тешатся», другие ощущают свою безнаказанность. Агрессор, он алчный в этом плане. То есть если сначала он жертву, ну так, прощупал, он сначала немножко повысил тон голоса, интонацию, жертва приняла. Где-то там через какое-то время он намахнулся, жертва приняла. И что происходит? Этот круг, он расширяется. И в итоге тому, кто агрессор, ему уже хочется нанести не то что повреждения, а психологическую травму, потому что она в слабой позиции. В то время как агрессор свои границы раздвигает, жертва оказывается во всё более уязвимой позиции. Такое явление, как абьюз, возникает не на начальном этапе отношения, а нарастает снежным комом в течение продолжительного времени. Влюблённые гадают на ромашке. Лепесток за лепестком в предвкушении заветного любят. У агрессора свой взгляд на отношения. Также лепесток за лепестком. Он обрывает своей жертве не просто возможность вырваться, а сохранить себя. Зачем тебе учиться и работать? Я буду тебя содержать. Так формируется экономическая зависимость. Затем в расход идут друзья и знакомые. Они оказываются неправильными, дурно влияют. На смех поднимаются увлечения. Хватит глупостями заниматься. Высмеивается также внешний вид. Обрубаются связи с родственниками. Жертва превращается в своеобразный цветик-семицветик, который должен беспрекословно выполнять желание домашнего тирана. В результате остаётся пустота. Впереди лишь увядание. На людях милый и обходительный монстр дома. Типичный портрет агрессора. Его положительный образ в глазах окружающих играет против жертвы. Осознать давление и вырваться из порочного круга могут лишь единицы. Я так живу. Ага, есть ещё люди, которые так живут. Значит, я не одна. Что это делается? Подкрепление. Подкрепляется. И я опять молчу. Ещё раз говорю, это нужно дойти до какой-то крайней точки, чтобы жертва приняла решение что-то изменить. Есть установки за то, что, например, ссор из избы выносить нельзя. Это стыдно. Проблемы должны разрешаться внутри семьи. Это на самом деле очень сильно табуированная тема, которая вызывает стыд и страх осуждения. И это не та тема, с которой вообще со всеми обсудишь. И поэтому часто женщины, сталкивающиеся с домашним насилием, они, так скажем, становятся изолированными от окружения. Со слов депутата Останина и приводимых различными изданиями, для россиян важны традиционные ценности, чем и следует руководствоваться, в частности, уделяя внимание правильному воспитанию детей. Отметим, домашнюю тиранию принято объяснять именно культурно-историческими устоями отдельных субъектов федерации. Правильное воспитание же категория более чем абстрактная, законодательного базиса под собой не имеющая. Круг снова замкнулся. Разорвать его может лишь верховенство закона, недвусмысленного и единого для всей страны. Общественная дискуссия, она для этого и нужна. Понимаете, вот в Казахстане мы же видели, из-за чего это произошло, да? Может, не будем доводить? Понимаете, вот мы же видим, сейчас общественность обсуждает, они пишут, что дождемся, как в Казахстане. А может, не надо? Может, не надо дожидаться чего-то? Может быть, все-таки начать на разных площадках это обсуждать? Диких примеров достаточны в России. Из недавнего в Чувашии экс-помощник депутата протащил жену по дороге за волосы и насильно затолкал в машину. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Домашний тиран задержан. Осужден на 14 лет строгого режима муж Маргариты Грачевой. В истории с садистом фигурировал также участковый, как известно, бездействовавший после обращения женщины. Домашние изуверы, презумпции невиновности пользуются на всю катушку. Мы сталкиваемся с тем, что все-таки насильниками оказываются мужья, сожители, в отношении которых очень сложно провести всю процедуру и признание побоев, жестокого обращения и дальнейшего вот этого уголовного какого-то наказания. У нас, получается, законодатель всегда все списывает на тормоза, и они никуда дальше не идут с этими делами. Проблема шире, чем супружеская тирания. Дело сестер Хачатурян также отсылает к явному пробелу в законодательстве. Жертвами домашнего насилия могут стать дети, родственники с ОВЗ, престарелые. Именно их голос должен повлиять на решение вопроса, нужен или нет законодательный щит находящимся в собственной крепости.